здравствуйте сегодня тема на которой решаюсь впервые про которую я трижды к ней подходил чтобы разобраться или четырежды вот и пока значит я не пообещал что разберусь так и не разобрался у меня в этом плане оправдывает то что я находил в сетях громадное количество упоминаний того что люди пытались в этом разобраться делали несколько подходов не разбирались но в конце концов разобрались вот я сделал примерно то же самое значит по синхронной возможности в питон у меня будут запланировано дикое количество кода я не знаю насколько я успею его написать на крайний случай буду показывать понятное дело что показывать код это не то же самое что писать его от руки но но все-таки попробуем прежде чем мы поговорим начнем писать это дикое количество года давайте вообще поговорим про синхронность как в ну как термин поговорить немножко про асинхронные возможности в целом когда говорится про синхронность первым первое что делать первое что приходит в голову параллелизм вот у нас есть параллельные какие-то процессы которые каждый в своем ритме делают какую-то работу и они друг с другом периодически обмениваются какими-то сообщениями вот потому что они все делают одну и ту же работу просто в параллель да вот шутка состоит в том что это не не асинхронность а синхронность в том смысле что они конечно работают параллельно и в этом смысле асинхронно в каждой в своем временном пространстве но задача которую нам приходится при этом решать задача синхронизации главное утверждение про параллелизм состоит в том что в питоне его нет не так его нету в синтаксе языка программирования питон параллелизм это очень абстрактное понятие она может быть реализована в конкретных средах конкретных архитектурах конкретных комплексов больших очень по-разному вот средства синхронизации при этом параллелизме тоже могут быть очень разные мы возможно в конце просто тыкнем один раз заглянем одним глазом в то что именно имеется ввиду под параллелизмом когда мы говорим про питон вот в любом случае синтаксис языка программирования никакого параллелизма не подразумевает более традиционное понимание вернее так еще одно традиционное понимание асинхронности когда у нас это знаете вот как при дизайне графического интерфейса у нас есть всякие виджеты эти виджеты должны работать асинхронно человек нажал на кнопку и в этот момент запустился обработчик нажатия на кнопку да человек там не знаю вбил текст в окошечко и в это время запустился обработчик текст в окошечке при этом мы как разработчики программируем некий цикл который будет вот эти самые события просматривать да а наши наши значит виджеты регистрируют колбеки и в эти колбеки мы дергаем когда соответствующий событий произойдет чуть впереди поговорим вот опять-таки синтаксически в этой модели нету ничего что можно было добавить язык программирования ну какие-то функции дергаются в какой-то момент этот момент наступает когда мы активируем какие-то объекты все что нужно для того чтобы это работало это нормально реализованный минут вот не скорее всего этот минут будет вне синтакса самого языка программирования так как это сделано ну в том же такой интерь который мы потрогаем следующем семестре или там допустим в пгеме да то есть есть мой лук который вам реализуют этот самый sdl вот да вы просто пользуетесь результатами его труда вот синтаксически асинхронность то есть возможность исполнять сегменты кода различных в различных местах большого большого корпуса текстов синтаксически асинхронность будет состоять в том что вот эти что вы внутри питоновского синтакса внутри синтакса языка программирования как-то разметить эти сегменты и по тем или иным правилам определить как их дергать вот то есть реализуете то что в советской программистской терминологии называлась сопрограммой а в буржуйской называлась корутиной сопрограмма это такой такая грубо говоря функция в который можно много раз входить и каждый раз попадаешь в не в не в то место в который не в начало в то место из которого вышел вот и возможно когда ты в нее входишь ты еще передаешь ей дополнительные данные да вот у вас есть алгоритм который что-то делал это его подкидываешь данные он начинает с ними делать дальше вот асинхронность просто программ состоит в том что когда вы из нее частично вышли то есть вылезли вот поэтому самому по очередной точке входа вернее сначала выхода код с программы перестает выполняться выполняется выполняется какой-то другой код потом мы когда обратно в нее влезли код с программы начинает выполняться и продолжает выполнять то место где остановился те кто знает или к тепло кто в общем до кого дошло кто прислушался понимают что речь по всей видимости по всей видимости идет о генераторах питаниях вот выглядит это все примерно так давайте давайте посмотрим какой нибудь слив заберем чтобы было хоть видно что она да вот и заодно я напомню механизм вот этих елдов в в генераторах и самый главный механизм который называется yield from вот у нас есть какая-то функция допустим это концевая там назовем и секундере вот который мы ничего не передаем она просто делает yield yield ну скажем первые лид 2 такая функция у которой есть три точки входа начальная первая и вторая вот но и функция которая ее дергает ну давайте назовем его name равняется прим нужен нам name нужен name который будет просто вечный цикл организовываться вайл true вечный цикл здесь неважно мы можем поставить его не вечно можем поставить его там на тысячу оборотов от совершенно неважно важно чтобы мы видели как происходит передача управления туда и сюда значит yield ну допустим мы и youth from from всех такая вот функция обратите внимание на то что генератор когда мы вызываем генератор он это когда мы вызываем функцию генератор функции генератора возвращает генератор object сек вызванный нам вернет генератор обжиг который собственно от которого мы собираемся ездить и по моему предположению течение экзекьюшн фото течение по вычислить процесса вычислений будет выглядеть так мы зайдем функцию прим за илзим оттуда name наружу дальше передоверим итерирование в функцию сек порожденный генератор сек следующее что мы за илдим будет сек 1 потом сек 2 потом у нас управление обратно папа после завершения yield from вернется сюда мы снова зайдем за илзим за илзим ну и так дальше давайте значит это сделаем заведем наш вот этот вечный цикл ну и там пор и илзим от ну скажем десяти вот слив поспим немножко и полы по илдим чего-нибудь да print ну что мы появились во первых этот самый как его шаг номер номер оборота нашего цикла вот как то так чтобы они были красивые да это номер шага вот ну а здесь собственно next как нам полагается да возьмем следующий кусочек заставил выполнится следующий кусочек кода нашей цепочки цепочки илдов от кори как то так вот чем результате получится в результате мы получим что мы 10 раз дернем очередной шаг этого самого вот этого процесса выглядит будет примерно так вот мы вошли прим вот два раза и возвратились из сек вот мы опять вошли в прим опять два раза возвратились из сек и вот вот так вот 10 раз мы потыкали в этот бесконечный генератор под названием прим как и было сказано значит зашли сюда сначала заилдили это потом передоверили передоверили возврат сюда ходили сразу вот сюда да вот это этой операции ходили сразу вот сюда потом вышли снова в общем очевидно давайте мы модифицируем этот пример значит модифицируем этот пример с целью добавить туда два ядра исполнения ни одно два прямо у нас будет вот значит from random это у нас будет случайный вызов одного или другого ядра здесь соответственно мы сделаем два ядра вас чтобы они отличались давайте мы их назовем одно назовем ван а другое назовем ту вас а кстати вот тут на им оказывается нам я знаю зачем этот на им тут был он так сказать на вырос там был вечный цикл оставил сделаем его актуально вечным просто вот здесь вот давайте мы напишем не вот так вот а вот так вот name ну и номер шага номер шага которое прошло наше ядро прим вот но здесь как обычно оставим you from всех ну давайте для определенности будем знать из какого ядра произошел вызов да вот как то так сейчас я найду да вот для определенности будем будем впишем туда из какого ядра произошел вот так тут еще надо вписать здесь надо тоже вписать мне кажется это все мне кажется это все давайте столько здесь вместо 12 скажем так вошел вышел первый второй а вот здесь еще нужно собственно random применить смотрите давайте мы сделаем вот что мы вот этот кори будем вызывать так next next вот корис а дальше выберем случайно одну из двух одной из двух ядер причем случайно сделаем перекошенную рандом это было слово рандом ну скажем так это было слово рандом ну рандом ну скажем 075 с вероятностью с вероятностью три четверти у нас будет вызываться одно ядро а вот а с вероятностью 1 четверть другую а вот ну и давайте тогда значит что у нас тут шаг и результат вот чем сейчас чем сейчас добьемся мало того что он не передает управление дальше михаил он вообще как бы отстраняется то есть у нас в результате тот кто делает next ходит непосредственно вот к тому итератору он как бы передоверяет итерирование вот мы вообще нам вообще мы вообще не заглядываем вот сюда да мы сразу сюда вот ходим о смотрите значит давайте сначала понаблюдаем проток вот смотрите у нас работает первое ядро о заработало второе ядро мало давайте побольше сделаем вот вот у нас есть два ядра из которых одно вызывается в грубо говоря в три раза чаще другого видите в основном работает первое ядро дергается в дергается соответствующий соответствующий сек вот но второе ядро тоже иногда работает вот обратите внимание что в какой-то момент у нас ядро ван уже на четвертом на 5 уже итерации а ядро тут только на второй вот видите да вон она уже на седьмой ядро ту еще сейчас только на четвертую подберется на третью только видите то есть отношение один к трем случайно и нам вполне себе правильно глядя вот на эту ерунду мы можем с уверенностью сказать что какая-то асинхронность прямо перед нами куски фрагменты кода разделенные елдами в явно асинхронном порядке который определяет вот этот цикл выполняются последовательно но как бы по кусочкам вот вам и синхронность сам смоделирована совершенно руками а синхронность значит прежде чем пойти дальше расскажу про одно свойство про одно свойство оилд фрома которую я не знал до сегодняшнего дня а она довольно забавная напишем программку которая сначала просто тупый елдит да ну что она елдит ничего бессмысленные строчки вот просто 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 чтобы мы видели как как проходится соответствующий сегмент асинхронного код а потом еще и return мы все мы все с вами помним что return из итератора из генератора означает просто stop iteration тупо и нелепо да вот но она конечно да ну давайте return сделаем return и x умножить на 2 плюс игрек да вот значит она конечно да но уилд фром есть одно забавное дополнительное свойство получать вот этот return потому что если это делать из итератора мы говорили что он ничего не возвращает никуда а просто значит делать stop iteration так вот это не так потому что с помощью yield from можно вот этот return поймать смотрите ну скажем что мы будем прибавлять да for in range ну как обычно бесконечный цикл рез равняется yield from adder ну скажем и и видите вот этой что-то равняется yield from что-то вот ну и print чё там номер столько-то сейчас 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 2 то через вот и напечатаем ну и теперь все это все это безобразие вызовем да насчет кори почему 3 тут какой-нибудь это же все dn это число кори у нас будет ядрышко у нас будет infant ну скажем от 3 вот да здесь так for in range вот ну не знаю 20 неважно скольки десяти все тот же slip 1 надо значит здесь сделать импорт from time import slip вот и собственно рез равняется next от кори да ну и print f номер шара чё там у нас рез как-то так единственное для чего я это все дело написал а другой admin root я начал с того что никакой параллельности нету нету никакой параллельности в асинхронном синтаксе асинхрон асинхронность это не параллельность спасибо асинхронность это выполнение кусков кода разграниченную елдами в произвольном определяемым программистом порядке вот значит я всю эту ерунду затеял вот за этой строчке значит оказывается если вы пишете yield from the return в генераторе это важная штука он возвращает значение причем обратите внимание next делается отсюда то есть мы ходим к этому аддеру вот из этого цикла туда сюда как только здесь сделаем yield from а значение вот это return происходит вот сюда давайте смотреть это вот пустые значит пустые сложения вас пустые и елды вот это результат вот отсюда печатающийся пустые елды результат видите какой красоте не понятно значит окей это что касаемо yield from а теперь давайте попробуем совместить одно с другим то есть написать вот ща мы берем для начала да значит смотрите у нас этот андер он складывал два числа которому мы передаем а предположим он интерактивный он как это правильно сказать это просто номер шага для для диагностики вот и он хочет хочет получить от вызывающей программы получить значение x и y как-то сделать это очень просто сделать с помощью надо просто вместо next вызывать центр мы можем послать дополнительные значения внутрь генератора если туда запихнем значение значит здесь мы напишем тогда чем мы хотим хотим вот так вот от дайте нам пожалуйста x ну пенны вот а здесь значит соответственно y а теперь нам дайте y пенны вот мы вернемся то же самое да значит что у нас будет напишем функцию от 4 естественно это будет не функция это генератор такой вот которая будет делать так она будет рез 1 равняется yield from adder 1 3 почему 1 а ну да конечно рез 2 равняется yield from adder 2 мы будем складывать четыре числа первую пару вторую пару вот ну и return рез 1 плюс рез 2 вот и соответственно здесь у нас будет все по-другому немножко потому что вечный цикл мы теперь не сделаем ну скажем так команда наша который мы выполняем это 4 этот аналог ядрышка который мы писали запрос next cmd помним что когда мы используем send первый send всегда send 0 то бишь просто next потому что мы не можем принять вот когда мы входим в функцию в генератор да какой бы мы send не сделали у нас нету синтаксической картинки чтобы этот send приехал в переменную а вот следующие send уже пойдут собственно дальше мы делаем так корки инранчат 4 может четыре числа складываем да дата сначала введем и вал от input мы же с прям с экрана считываем реквест который нам возвращает этот самый да и реквест следующий реквест принимаем cmd send дата так давайте разберемся что здесь написано потому что написано как-то слишком просто а делается довольно сложная штука и так у нас париметрический итератор который умеет принимать с помощью send принимать данные и мы был организовали такой диалог наш аддер говорит мы в него влезаем он тут же приилдится и говорит дайте мне xn мы ему даем xn он присваивает в x дальше мы даем дайте мне yn мы даем yn он присваивает в y и дальше он возвращается возвращает результат этот результат нам приедет функцию от 4 вот сюда потом она снова задергает аддер который снова введет x первое и и то которые виды y первое x и x 2 y 2 пардон вот и это тоже вернет результат целиком все красиво единственное что мне не нравится кто кто делает yield from от 4 правильный ответ никто мы сейчас увидим как все это устроено на самом деле то есть где на самом деле наш генератор передает вот эту вот штуку, которая, как мы уже раньше считали, return это такой стоп-итерейшн. Мы, значит, четыре раза дернем, мы первый раз войдем в первый попавшийся adder с пустой командой, а дальше будем просто передавать ему очередной запрос. Он говорит, значит, мы сейчас вот здесь мы сходили, вернее как, мы дернули первый раз add4, add4 передоверил выполнение на adder, мы вошли в adder, он сказал дайте мне x первое. Хорошо, 2. Что произошло дальше? Yield from отработал, рез1 у нас теперь 2. Он зашел в следующий... А, нет. Нет, 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 нет. Yield from еще не отработал. x у нас теперь 2. Пардон, да? x у нас теперь 2. Мы пришли к следующему yield. Да, вот у нас вот этот yield работает, дайте мне y2, скажем, 4. Все, первый adder отработал, он возвратил значение, значит, он выпал обратно вот в этот цикл, который дергает next по очереди, вернее, сенды уже теперь. Вот. А вот return вот этот, он приехал в рез1, так же, как было в предыдущем примере. Теперь сейчас будет заполнение рез2. Ну, собственно, оно уже началось. Мы передоверили, сделали yield from adder2, он говорит, введите x2, ну, скажем, да? Вот. Что произойдет сейчас? Сейчас мы сделаем send в adder, у которого больше нету yieldов. Соответственно, вот, 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 как только нажму enter, мы, эта строчка заполнит y, мы вернем результат, этот, мы возвратимся из этого yield from, рез получит этот результат, а я делаю еще один send, вот этот. Что произойдет? Произойдет return, то бишь stop iteration. Произошел stop iteration. Внимание, секрет полишинеля. Где в этом stop iteration вот этот результат? Да вот он, это просто поле значения value в exception. То есть, оказывается, все очень просто. Когда у нас происходит stop iteration, то, что мы написали в return, передается просто как значение этого stop iteration. Его можно оттуда вынуть. Мы бы, если бы было не лень, мы могли бы написать здесь try accept, да? И в этом accept выковырить это 18. Осознайте это. Как видите, код очень простой и, как бы, вроде бы все пока понятно. Ну вот, давайте напишем еще более развесистый код, который будет, который будет, собственно, реализовывать вот ту ерунду, про которую я сказал. Stop iteration лишено хватать. Так. 4. А почему у меня здесь 5? Что я не сделал? А, я бы модифицировал прям сразу код. Ну ладно. давайте для точного счета сделаем 5. Значит, ну что? Что нам? Нам понадобится sleep, потому что мы теперь будем from time import sleep в time, да? Значит, и import random. Теперь мы вот что сделаем. Если в прошлом раз мы обращались к человеку с вопросом введи мне x и т, введи мне x, y и т, то теперь мы будем обращаться с этим вопросом к образующему циклу, вот к той, к тому, к тому циклу, который делает сэнды. Мы будем ему yieldить что-то типа запроса, а он будет нам на этот запрос отвечать. Вот, например, значит, есть функция yen, которая будет запрашивать 2 x и y, вот, а возвращать она будет как обычно, а, будет возвращать x умножить на y. Причем x она будет запрашивать, ну, что мы здесь напишем? Ну, не знаю, вот у меня в примере тут прям тип передается. Ну, давайте тип, значит, int, вот, а здесь будет yield, ну, скажем, stir. Обратите внимание, вот этот yield тип и yield stir это абсолютно никакого отношения к синтаксинксу питона не имеет, это я так придумал. мой протокол общения моих генераторов с моим образующим циклом устроен таким образом, что если приезжает тип, значит, нужно, нужно изобрести какой-то тип. Окей, значит, давайте создадим функцию, которая будет вызывать этот ген, да, это такой складыватель, ну, давайте назовем его ref. рез 1 будет вызывать yield from gain, рез 2 будет вызывать тоже yield from gain, разумеется, то есть он будет генерировать две строчки, вот такие, да, и возвращать он будет, естественно, return рез 1 плюс рез 2. Вот, ну, это всего лишь, как бы, удвоитель вызыва этого самого гена, да, вот он вызывает одну строчку, вот он вызывает другую строчку. Вся фишка стоит в том, что у нас туда, вот на уровень управляющего, образующего цикла проваливаются какие-то инты вот в этом месте. Ну, хорошо, пускай проваливаются. Нам придется запрограммировать логику этого образующего цикла. Она хитрая. Send. Какую ему команду, собственно, вызываем. Да? Запускаем команду. Начинаем с того, что, ну, начинаем с того, что делаем первый, первый, вот, send, ничего, потому что наша команда, она, у нее надо сначала войти. Вот в этот rep, да, мы туда sendим ничего, потому что, потому что рано еще общаться с его запросами. А вот как только произойдет первый yield, он из него, а произойдет он так, мы пришли сюда, мы зашли в yield from, мы пришли сюда, первый yield будет int. Вот, как только произойдет первый yield, мы, значит, будем его обрабатывать. Ну, хорошо, значит, while true, чего там, if, то, что мы заилдили снаружи, запрос наш, это int, вернем человеку int, да, значит, что мы вернем, мы напишем cmd, cmd.send, ну, скажем, random.randrange, ну, скажем, от 1 до 6, чтобы не густо было, да, а, да, и мы должны следующий запрос вернуть, запросить, следующий запрос, то есть, то, что он будет заилдено следующим, нам приедет в обратную вверх, да, значит, что там еще может быть, еще может быть str, хорошо, если у нас тут str, то, окей, значит, random, ну, что, choice, choice, из, или там давайте большие буквы, ради прикола, да, одна из этих буквочек будет, вот, именно ее мы будем сейчас умножать потом на число, что еще бывает, все, если не то, не другое, то на самом деле это ошибка, у нас в нашем протоколе, который мы только что придумали, ничего, кроме int и стыр не зилдится, так что, да, пускай программист сам разбирается, чей-то он такое в наш управляющий цикл, образующий цикл запихал, ой, нет, слушайте, а у нас же еще будет вот здесь вот stop iteration, да, когда мы очередной send пошлем, так что давайте обмажем это try except, try, значит, обмазываем try except, и, и, except, что, stop iteration, stop iteration, as e, вот, когда произойдет вот этот stop iteration, по окончанию всего, да, мы должны вынуть результат, потому что он, он, как мы выяснили в прошлом, в прошлый раз, приезжает в поле value, ну, значит, cmd.close забыл сказать, забыл сказать, что, конечно, надо закрыть соответствующий итератор, потому что мы из него вылезли, а, он пока что открыт, мы можем в его кишках пошариться, непонятен вопрос, на int кидается исключение, это как? Речь идет о том, что в нашем протоколе ничего, кроме int и str, не yieldится, и поэтому, если приехало что-то, кроме int и str, мы можем, мы могли бы рчей тут вот это не писать, да, я просто написал это для иллюстрации того, что реализация протокола внутри определяющего цикла, она довольно хитрая, образующего цикла. Ну вот, значит, я забыл сказать, что когда вы обрабатываете, а, спасибо, 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 вот, вы это имели ввиду, спасибо, Вадим, это правда. Ну вот, хорошо, что вы следите. Ну и, собственно, собственно, поле value, пускай нам и возвращается. Окей, print, что там, runner, да, runner, runner, от чего, от команды, какая команда? Ну, запускаем нашу команду rep, вот так. Значит, чтобы вы не позабыли, да, значит, поскольку мы работаем с генераторами, то, вот это, это вызов генератор функции, генератор функции вернет генератор, а, собственно, генератор уже будет возвращать значение с помощью next. Ну, что, давайте посмотрим, как это работает. е точка вылью, перетирни потому что. Чо из, чо из, чо из, о, смотрите, давайте еще раз вызовем. Чо происходит? Происходит то, что, собственно, мы и запрограммировали вот здесь, да, мы сейчас не смотрим на достаточно уже развесистую структуру нашего раннера, а смотрим на наши асинхронные генераторы, да, асинхронный генератор РЕМ. Значит, CMD Close, смотрите, когда мы словили от генератора Stop Iteration, генератор еще жив. Он еще находится в таком раскрытом состоянии, мы можем покопаться в его потрохах, посмотреть, что там произошло и так дальше. В принципе, как только мы сам объект генератора удалим, ему сделается Close в процессе закрытия. Но если мы не собираемся его удалять, или если мы неизвестно, когда его удалим, лучше бы ему быть закрытым, а то мало ли что. Например, мы в этом генераторе, в этом объекте предусмотрели дополнительные действия, которые происходят при его закрытии. Если я успею сегодня рассказать про асинг with, то имейте в виду, что это, вернее, если не успею, имейте в виду, что эта штука имеет прямое отношение к конструкции асинг with, которая синтаксически есть в питоне, которая сама вызовет этот close, как только мы за этот with вывалимся. Точно так же, как просто with вызывает close того объекта, который мы в качестве контекста объявляем, когда мы выходим за пределы with. Вот асинг with нужен для того, чтобы вот этого не делать. Есть какие-то действия, которые итератор может захотеть производить. Это же не настолько простой, как мы здесь написали. Производить по окончании, а окончание еще не случилось, потому что случился эксцертion, который мы перехватили. Мы должны как-то вернуться, закрыть, ну, в общем, что происходит в этом коде? Все, вот то, что мы написали, вот здесь происходит. Мы сгенерировали первую строчку, сгенерировали вторую строчку, сложили, вернули. Как мы ее сгенерировали? Мы запросили у образующего цикла int, случайный нам вернулся, мы запросили у образующего цикла букву, перемножили их и вернули. Да? Ну, в общем, дальше, я думаю, понятно. Как мы проверили вот это значение? Мы перехватили stop iteration и вернули его значение. Вот, смотрите, какая красота. И, наконец, последний акт Морализонского балета, самый мощный код на сегодня. Ни хрена не самый мощный, ну, ладно. Сделаем из этого настоящую асинхронность. Обратите внимание, ни одного слова асинк еще не было. Настоящая асинхронность будет состоять в том, что этот наш реп, вот это наша ядрышка, мы их наплодим несколько штук. Вот, наплодим несколько ядрышек. Соответственно, мы должны тут тогда сделать так. Да, они мало того, что, они мало того, что их несколько, они еще и разной длительности. Значит, for, там, res равняется ничего, for in in range от n Да, блин, тороплюсь. Значит, да, и res плюс равням res 1 плюс res 2. Вот как-то так return, соответственно, res. вот как-то так идея стоит в чем? Теперь наш реп не ровно два раза повторяет вызов ген, а 2n раз повторяет вызов ген, видите? Ну, кстати, может быть 1n, чтобы, зачем нам 2? Действительно, зачем нам 2? Один раз повторяет вызов ген. Вот. И тогда тут можно написать просто плюс равно. Код будет слегка покороче, это нам на руку. Вот. Значит, что здесь написано? В зависимости от n, мы n раз передоверим нашу асинхронную выполнению туда в ген. Вот. Он там n раз спросит n раз спросит в сторону. В общем, вот. Теперь, значит, как будет раннер работать? Раннер теперь будет работать с последовательностью команд. Их много. Что это значит? Это значит, что нам нужно еще взять очередь. Тут мог бы быть список, но ради заносства я все-таки сделаю очередь. Вот. А, нет, давайте не так сделаем. Давайте здесь сделаем список, а очередь сделаем в следующем коде. Значит, тут будет список. Ну, давайте его напишем. И нам нужно, помимо списка, поскольку у нас сложный протокол вот с этой штукой, к каждой команде хранить ее запрос. Какой запрос она делала в прошлый раз. Значит, очередь будет состоять из пар команда и команда и ее запрос. По умолчанию запрос ноу, потому что мы должны каждую команду начать с этого. Вот. А дальше оно будет приезжать из команды for cmd in, ну, скажем, reversed. вот cmds, да? cmds. Реверс это, чтобы не создалось впечатление, будто наши команды выполняются в неправильном порядке, потому что они в очередь попали в неправильном порядке. Вот они в очередь попали в правильном порядке. Окей. Что у нас? Результат у нас пустой пока. А, это уже будет список результатов от каждой команды, да? Вот. Ну, а дальше что? Пока очередь не пустая. Пока очередь не пустая. Вот этот наш tryaccept. Во-первых, мы делаем, считываем из очереди очередную команду. Да? Вот. А дальше делаем tryaccept. Где тут tryaccept? Вот как-то так. Единственное, что надо посмотреть, во-первых, тут цикла, конечно, этого уже нет. Да? Вот. А во-вторых, у нас есть еще один вид реквеста, это known. Если раньше мы этот known руками пихали, то здесь мы просто напишем elif request is known. Ну, запросим этот самый next. Вот. Теперь, значит, что делать? что делать, если у нас произошел stop iteration? Если произошел stop iteration на одной из команд, это значит, что она закончилась, а остальные нет. Так что, если произошел stop iteration, мы ее закрываем, а в результат добавляем результат. Если же stop iteration не произошло, то есть команда отработала, но у нее еще yield не закончились, ее нужно вернуть в очередь только в другую сторону, понятно, да, значит, поставить ее в начало. Причем, вот этот реквест уже обновленный, да, мы его получили из нашего диалога с нашей командой. Кажется, это все. Единственное, что нам нужно вернуть, вернуть результат, который мы накалькулировали. Вот. Ну и теперь давайте запустим наш раннер. Теперь у нас раннер, он состоит из нескольких тех самых, допустим, на 10 повторов, 10 это много, на 5 повторов, на 1 повтор, на 2 повтора запустим, да, и на, ну скажем, 3 повтора. Значит, что у нас при этом происходит, давайте я посчитаю скобочки, что при этом происходит, по моей мысли, так, где-то слово known, не known, ага, вижу, двойное двоеточие, ой, вот это, ну нам бы питон об этом сказал, как это вы берете на себя функцию питона, хотя с другой стороны. Так, значит, до чем мы добрались? У нас уже такой развесистый цикл по управлению нашим асинхронным вычислением, вот, со своим протоколом, который там инты и всякие стыр анализирует, вот это запуск команды, это, это, как бы, получение следующей штуки от команды, а это обработка результата завершения команды. И он возвращает список, список, результат работ всех вот этих самых команд. Давайте посмотрим. Сейчас я посмотрю, да, да, вроде все нормально. При этом, обратите внимание, вот эта команда будет работать 10 шагов, по 2 илда на каждый, это будет работать 4 шага, а это 6. мы вправе ожидать, что первым у нас вернется реп 2 и в первом будет добавлен список, вот здесь реп 2, потом реп 3, а потом реп 5. Пробуем. Reversed, резверсед, резверсед, это значит такой резвый и при этом обратный. Reversed. And the winner is это реп 2, это реп 3, а это реп 5. Я здесь намеренно не вставлял паузы, зачем нам секундные паузы каждый раз ждать, да. То есть, давайте смотреть на код, причем не на вот этот страшный код, а на вот этот условно не страшный код из 10 строк. Да. Генератор, который возвращает нам строчку, умножает строчку на число и повторитель, который просто склеивает такие сгенерированные строчки в количестве n штук. Вот и вся наша задача. И эта задача в силу того, что фрагменты, сегменты нашего кода были поделены yieldами и каждый yield, вот эти yieldы, возвращали управление в образующий цикл. выполнились асинхронно в том смысле, что первой закончилась задача под номером 2, второй закончилась задача под номером 3, а третья закончилась задача под номером 1, просто потому, что так совпали их длины. Вот вам натуральная асинхронность фрагментов кода, которые выполняются в произвольном, зависящем от программиста, от организатора, образующего циклопорядки. Теперь, собственно, как это? Разоблачение черной магии. Сейчас, давайте мы все-таки этот код запишем. Это какой файл-то? aq5 oaq6.p разоблачение черной магии. Берем вот этот код, в котором не было ни одного асинка, и делаем так. асинк, асинк, дев, вместо yield from пишем await. Так. С вот этой штукой сложнее, потому что, почему сейчас расскажу, дело в том, что в текущей парадигме асинхронного программирования под питом, который называется модуль асинкро, огромный, не принято лазить под капот взаимодействия асинхронных функций с непосредственно main loop. Вот. Там довольно жесткая логика работы main loop, и туда под капот лазить не принято. Но есть прекрасная, значит, возможность это все-таки сделать, написать from import types, и вот эту функцию надо декорировать. types coroutine. Вот. То есть, если вы не напишите это, напишите только async tev, синтаксический анализатор будет ругаться на то, что у coroutine не может быть yield обычного. Вот. А так может. Потому что все amate, все асинки, все вот эти самые конструкции синтаксические, с которыми вы работаете в асинхронной парадигме, это взаимодействие ваших, написанных вами асинхронных функций между собой. А вот это, это прямое взаимодействие с main loop, которое мы тут вот нарезали. Ради этого самого чистоты эксперимента все-таки скажу, что не надо делать очередь с помощью списков. Вот. Не надо делать очередь с помощью списков, а надо очередь делать с помощью, разумеется, деков. Да. Почему? Потому что insert 0. Потому что вот это тяжелая операция. Да. Значит, вместо этого надо писать, сейчас скажу, что q append left. Да. Append left. Вот. Мне кажется, на этом все. Да, мне кажется, на этом все. И корутин обжиг из нот интератора. В каком месте тварь продажная ты написала, что корутин обжиг нот интератор. Я где-то написал yield вместо await. Да. Да. Нет. Да. Сейчас. Где? Какой? Какая строка? Next cmd. Вот. Next cmd. Значит, да, конечно. Это еще один, еще одна небольшая защита от дураков. Почему так? Не знаю. Такое ощущение, что в питоне еще до конца не разобрались как надо, а как не надо. Оба на. Еще раз. Видите, да? То есть мы сейчас внезапно исходы на чистом питоне. Михаил, у нас детерминировано, вот это важный момент, у нас детерминировано выполнение фрагментов кода. У реп 5 этих фрагментов кода 20. 10. 10. Да? Мы вот здесь вот 5 раз дергаем ген, который на каждый из разов два раза дергает yield и возвращается в mainloop, в образующий цикл. Поскольку за один оборот образующего цикла мы выполняем один фрагмент кода из одного элемента очереди, из одного элемента очереди, то ничего удивительного, что функция, которая занимает в общей сложности 10 фрагментов кода, выполнилась последней, а та, которая занимает 4 фрагмента кода первой, а которая 6 второй. Я ответил на ваш вопрос. Если нет, скажите еще раз. А тем временем мы внезапно прообразовали наш абсолютно не содержащий асинхронных конструкций код на питоне в код абсолютно содержащий асинхронные конструкции. Это и есть питоний асинг. Это именно он. Вместо yield from вы пишете await и собственно все. Единственное что, повторяю, классическая такая мега популярный дисциплина программирования на асинхронном программировании на питоне, которая называется асинка О, про которую мы сейчас будем говорить, она не одобряет вот этого. Вот. Ручонки вот. Окей. Переходим теперь к асинка О. Ух, мама, что ж так много кода-то. Ну, ладно. Значит, сначала обзор. Ответ, честно говоря, мне не очень как бы не очень известный, но идея вот в чем. Как вы сейчас увидите в асинка О, значит, и это, собственно, главная идея и, наверное, очень правильный вопрос. Всем, в том числе мне, очень хочется писать асинхронные программы, используя только вот это. То есть вот наша асинхронная программа, все остальное это обмазка. Да? Очень хочется эту обмазку затолкать под капот и вообще туда не заглядывать. Для того, чтобы был достаточно универсальный интерфейс, начали выдумывать вот этот асинк. Повторюсь, мы находимся вот с прошлого, как бы с момента прошлой лекции мы подобрались к прям пограничной возможностях питона. Это вот прямо и это прямо сейчас очень сильно меняется. Посмотрите на то, на те изменения, которые связаны с асинком в питоне. Почитайте, например, документацию, вы увидите, что фича, которую придумали в 3.6 питоне, в 3.7 уже деприкейтит, а в 3.10 его вообще удалят. Потому что, вот, то есть, но общий ответ такой, чтобы можно было программировать, не заморачиваясь вот этой подкапотной возней в мейнлупе и в вот этих крутинах, которые непосредственно с мейнлупом взаимодействуют. Смотрите, как красиво. Вот. Да. Ну что, значит, асинка вон. Поскольку логика образующего цикла это самое сложное, как мы видели в программе, а также самое ненужное, потому что наша программа как раз была вот там, да, это наш рев. Вот. То идея очень простая. Мы заранее запрограммируем образующий цикл, назовем мейнлупом. Вот. Мы до предела упростим протокол управления этим мейнлупом. Вот у нас там были инты какие-то, стр, ничего этого не нужно. Мы придумаем ровно одну сущность, которую можно вбрасывать в мейнлуп, она будет называть фьючер. Сейчас расскажу про фьючер. И внезапно это получится настолько удобный фреймворк для любой асинхронной работы, что все кинутся на этом писать все. Так что на сегодняшний день, кроме асинкло, нормальных асинхронных фреймворков подпитон нету, просто потому, что возможности, которые открываются перед человеком, освоившим асинкло, настолько велики, что пока что мы еще не добрались до таких задач, где они не нужны. Хотя, повторяю, я сегодня перед вами нарисовал такой мейнлуп, который в асинкло уже невозможен, потому, что там протокол управления более хитрый. Более хитрый. Значит, в асинкло протокол управления менее хитрый. Он базируется на понятие фича, или фича, точнее, не фича, фича. Что такое фича? Фича это такая синхронная функция, в которой есть только один yield. То есть вы ее создаете, вы ее дергаете, вы отдаете эту фичу процессу какому-то, ну как процессу, какой-то, какой-то, какому-то коду, который делает на ней await, то есть ждет, когда эта фича сбудется. Как только тот код, которому вы передали эту фичу, начинает ждать, что она сбудется, естественно, вы проваливаетесь в mainloop. И этот mainloop при каждом обороте заглядывает в эту фичу и смотрит, она вообще сбылась или нет. Если она не сбылась, он ее пропускает. Поэтому есть еще второй кусок кода, возможно, не один, который может в эту фичу положить значение со словами «эта фича сбылась». И тогда на следующем обороте mainloop заглянет и скажет «о, эта фича сбылась, можно ей делать send, продолжай работать». Поскольку в фичу всего один yield, мы возвращаемся в ее код, доходим до конца, код выполняется, а выйтищи ее процесс наконец-то, а выйтищи ее кусок кода, наконец-то просыпается и начинает работать дальше. Универсальный протокол для того, чтобы управлять mainloop, вообще не трогая этот кусок, где мы сами сэндим в mainloop что-то. Грубо говоря, в асинкошный mainloop можно сэндить только фьючер. Вот и все. и они будут фьючер туда без нас, сэндиться. Да? Мы сейчас увидим на примере, как использовать фьючер. Я думаю, что вы поймете, но идея очень простая. Фьючер это простейший асинхронный код с одним единственным yieldом, который зависает, который, когда его ждут, зависает на этом yieldе, а mainloop возвращает обратно сэнд, только когда какой-то другой код выставит готовность и положит значение, что все фьючер сбылось. Будущее настало. Вот когда будущее настанет, код проснется. Давайте немножко попрограммируем на синкло. Так, это у нас был аг6. Ну что, импорт синкло. да? Значит, ну давайте ради так, from time import time. Значит, здесь, поскольку нам нужно доказать асинхронность, мы сейчас будем просто сравнивать времена работы. Значит, async дев функция, которая работает с опозданием delay и message, да? Она сделает очень просто. Awaits, она подождет async кио. slip delay, delay, вот, ну а потом уже вернет что нужно. Она даже ничего не будет возвращать, она просто напечатает сообщение. вот, значит, async. Обратите внимание на async. Почему я так люблю слово async? Обратите внимание на async. o-sleep. Что это? Какие-то артефакты рендеринга. Обратите внимание на async. o-sleep. Async. o-sleep. Это не то же самое, что time-sleep. Async. o-sleep это такая фьюча. мы вываливаемся в main loop и нам main loop не возвращает управление до тех пор, пока не пройдет с момента вываливания вот столько секунд. То есть это не ничего не делать в течение там сколько-то времени, а это не возвращаться обратно сюда в течение какого-то времени. Вот смысл async. o-sleep. Ну хорошо. async dev main ну и давайте значит что print f что там str ftime какой стр ftime ну скажем процент x для красоты да в текущее время подождем нашего подождем нашего выполнения нашего этого самого late late одну секунду one да как-то так выведем время ой да выведем время еще подождем тут выведем время что при этом произойдет при этом произойдет абсолютно синхронный запуск мы сначала будем висеть в late на секунду а потом еще будем висеть в late две секунды что нам какие нам возможности предоставляет асинку асинку нам предоставляет возможность выполнять эти асинхронные функции но не то чтобы параллельно не совсем параллельно а именно конкаринт ли да то есть одновременно бегая по их значит по их сегментам между илдами вот как это делается мы говорим так таск ну скажем 3 3 равняется асинк ио точка крейтаск по-моему крейт крейтаск что там нужно да ничего там не нужно мы просто говорим какой лейт вот скажем 3 3 вот еще раз напоминаю потому что это постоянно выносит голову что лейт это сейчас расскажу лен речь именно об этом да вот сейчас вы увидите где там его нету и это главная фишка мы его не видим мы не трогаем и это главная фишка снк это иногда выносит мозг обратите внимание на то что вот этот лейт 3 это генератор функция которая возвращает генератор да то есть когда мы вызвали лейт от трех нам сюда приехал собственно тот генератор который нужно исполнять и мы его-то запланировали как-то ну давайте теперь здесь делаем таск 4 здесь у нас будет for давайте даже поменяем их местами сначала а нет не надо не будем их менять местами да вот или нет давайте даже не так давайте мы сделаем все хуже сделаем вот так запланируем сначала один потом другой теперь нам придется честно повысить какой-нибудь из этих тасков и мы даже знаем какой нам нужно сначала повысить этот четвертый он закончится раньше вот а потом уже треть кажется это все и вот он мой луп то есть идея в чем нет никакого мейнлупа он там внутри асинк мы говорим дармай асинк вот тебе в мейнлуп наш асинк дев выполни его пожалуйста а он выполняет вот эта штука из нами выполненных единственная которая собственно занимается возвратом возвратом в асинк ошный мейнлуп есть еще фичи но про фичи чуть позже собственно это тоже фичи на самом деле и таск это тоже такой род фичи но не важно важно то что с точки зрения обычного программиста нет никакого мейнлупа он где-то там под капотом есть только таски которые выполняются параллельно ну как параллельно конкарент давайте посмотрим что происходит await.sync вот чуть-чуть 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 а где он а это или то он и есть да это он и есть просто такой короткий я его не ожидал await тут вот точка ли вот смотрим что получается смотрите одна началось время подождали выполнение таска номер один который в смысле функции номер один которая висела секунду как ей и полагалось подождали выполнение функции номер два которая висела две секунды 23 25 как ей полагалось запустили два таска третий четвертый третий таск у нас четыре секунды выполняется четвёртой три значит подождали три секунды и через три секунды у нас уже выполнился таск номер четыре а ещё через секунду а ещё через секунду доделался таск номер три Вот в этом месте эти таски выполнялись concurrently То есть вот этот код Мы находились в этом коде одновременно Просто из первого кода мы вернулись раньше, чем из второго Потому что вот этот слип из второго, чем из первого Из четвертого, чем из третьего Потому что слип в четвертом коде сработал раньше Вот такой простейший пример того, как делается это дело на синковом Теперь, собственно, следует поговорить о том, что еще можно сделать с помощью синкова Правильный ответ Очень многое Я думаю, что для таких отъявленных питанистов Это не два разных потока, понимаете, да, Лен? Это один поток, в котором мы просто выполняем те куски Которые взбредет в голову нашему main loop Поток-то один Просто у нас есть, представьте себе ваши асинхронные функции Как такой напиленный на кусочки набор вот этих сегментов кода между одним yield'ом и другим И каждый из этих сегментов выполняется тогда, когда захочется нашему main loop Вот в этом и синхронность Вот Скорее всего, они будут выполняться подряд, если они готовы А в случае, ну вот сейчас до фичи дойдем Я покажу Давайте теперь Напишем что-нибудь Воспользуемся, например, более простым способом параллельного запуска Так, а почему у меня так много кода? А, нет, все, это последний А, очень хорошо, значит успеем 3.5, 3.6, 3.7, это развивалось в последнее время, начиная с 3.5, да И продолжает развиваться Окей, значит, про запуск заданий Ну давайте, значит, наш dev Давайте мы его А, какая разница Async Async Dev Late Перепишем его Много не мало Delay Message Да, значит Await Async О Только Sleep От Delay Вот Опять Delay Delay Да Да Значит, что мы еще должны сделать Напечатать сообщение Ну и давайте вернем Вернем какое-нибудь значение Ну, какое? Delay давайте вернем Напоминаю, что Async функции Они могут и yieldить Ну, в смысле, yield from it И возвращать По механизму, который мы с вами уже видим Ну, давайте теперь определим Async Dev main Вот Мы можем что сделать? Мы можем запустить все эти Все эти задания сразу Await Async Q.gather И тут прям написать Late Вот Там еще имя было А, нет Все нормально Значит Late 3 секунды A Late 1 секунда B Late 2 секунды C Во Ну и собственно Все Вот Смотрите Это просто такой Такой вариант Запуска Конкурентных Это было слово Late Конкурентных Асинхронных функций Вот По тому же принципу Которому все это делали Вот смотрите Сначала закончилось B Потом C А потом A Ничего удивительного Так именно и происходило Потому что у них были Разные слипы Напоминаю механизм Работы этого Все безобразия Это не означает Что что-то работает В параллель Как только мы дернули Вот этот Gether Мы сделали Три таска И немедленно Их запустили Каждый из этих тасков Уперся в Await Async Q.sleep А Async Q.sleep Это такая фича Фьюча Которая вернула их Обратно в Main Loop Этот Main Loop Ждет пока Из этих фич Какая-нибудь Сбудется Она не сбывается Потому что Управляющей частью От фич От этой Является Какой-то Внутренний Async Таймер Ко-шный таймер Который Ждет Целую секунду Прежде чем Вот этот Async Q.sleep У функции Late С параметра 1b Вот этот Sleep Вернет Обратно Управление Наконец Он вернул Обратно Управление И у нас В результат Приехало Значит Во-первых Тут написалось Месседж А в результат У нас Приехал 3 Почему 3 А Понятно У нас же Они в таком Порядке Вызывались Сначала Третья Потом Создавались Первая Потом Вторая Но нам И приехал Сначала Третья Потом Первая Потом Вторая Мы же не Апент Делали Мы делали Три Таска Значит Три Результата А то Еще Они Перемешаются Вот Но Первый Закончился Естественно Б У которой Одна секунда Потом Асин Коулупс Дал Еще Целую Секунду И Наконец Сбылась Фича Номер Три Которая В таске С Закончился С И Еще Секунду Сбылась Наконец Фича Номер Один Та Которая В таске А И Вот Все Эти Три Результата Возвращаем Нам И Приехал Вот Так 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 Мы Добремся До Фич Когда Нет До Фич Фич О Мы Добрались До Фич Отлично Как Это Все Работает Ну Давайте Еще Раз Импорт Асин Ко У 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 Делает Это Фич Вот Та Самая Которая Все Дожидаются Это Количество Секунд А Это Возвращаемое Значение Которое Мы Должны Положить Фич Как Мы Это Делаем Мы Говорим А А А А А Син Ко Дочек Слип Отсек Это Понятно А Потом Фич Нашу Кладем Возвращаемое Значение Food Точка Set Result Result Вот Это Самый Return Возвращаемое Значение Что делает Наша функция Делает Она Ждет Эта Владелица Эта Управляющая Функция Для Фич Она Владеет Этой Фич Она Умеет В эту Фич Писать Потому Что Мы Ей Туда Передали Просто Да И По И По Истечении Всех Секунд Она В эту Фич Записывает Результат А Заодно Говорит Фич Сбылась Будущее Настало Говорит Там Функция Делает Ну а Теперь Делаем Какую Любую Функцию А Давайте Еще Вот Что Сделаем Async Для 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 Сравнения Сделаем Функцию Now Которая Не будет Ничего Ждать Но Тоже Будет Работать Через Future Future И Red Да Now Это было Слово Now Вот Значит Вот это Подождет А потом Скажет Что Будущее Настало Будущее Эта функция Достает Прямо Сразу Ну Хорошо Async Dev Main Да Заведем Две Фьючи Сами Фуд Один Фуд Два Равняется Ну Что Там Асин Клуб Фьючи Так Создадим Пару Тасков Да Async О А может Быть Мы Сразу Гезрам Да Нет Ну Пускай Так Будет Create Task От Delayed Ну Сколько Мы Подождем Фуд Два Ну Фуд Один Одну Секунду Подождем Done Ну И Соответственно Здесь Будет Now Fudge Фуд Два Соответственно Что там Begin Start Вот Ну и подождем Каждый из этих Фич Print Wait Фуд Два Она случится Раньше И Фуд Один Ну Собственно Все Оси Оси У нас Время Заканчивается Ну Как раз Набор Кода Который Я хотел Как раз Закончился Тоже Как то так Вот Значит Этот кусочек Кода Был Предназначен Для того Чтобы мы С вами Разобрались Для чего Нужны Future Future Это Такой Напоминаю Такая Простейшая Avatable Object Простейшая Простейший Объект Который Можно Вызвать У которого Внутри Один Единственный Yield В Этот Самый Обратно В Цикл Обратно В цикл Управляющий Вот Значит Мы Эту Фьючу Создаем Мы Говорим Некоторым Процессам Ты можешь В эту Фьючу Ты можешь В эту Фьючу Писать Результат Со словами Фьюч Сбылась Вот Она Set Result И мы Эту Фьючу Отдаем Другим Процессам Не Процессам А Функциям Со словами Вот Тебе Фьюча Как только Ты на Ней Зависнешь Ну И Виси Пока Не Сбудется В данном Случа Я не стал Писать Чтобы Не Утяжелять Код Вот Эти Функции Которые Делали Внутри Себя Эвейт Фуд Один Поэтому У меня Прямо Сам Мейн Делает Он Висит На Этой Фьюч Фишка Стоит В том Что Этих Эвейтов Может Быть Внутри Функции Более Одного Собственно Вот Видите У нас Функция Ждет Сначала Одной Фьюч Потом Другой Фьюч Вот Поэтому Это не то же Самое Что Делать Эти Выйти Прямиком Мы Их Насоздавали Мы Роздали И Мы Потом Ждем Более Того У нас В принципе При Организации Надлежащей Организации Кода Одна И Та Фьюч Может Быть Удовлетворяемо Различными Этими Самыми Кусками Кода Поэтому Вот Значит На Этом Код Который Я Хотел Написать Заканчивается Время Наше Закончилось Тоже Но Я Потрачу Еще Три Минуты На Рассказ Про Все Остальное Что Умеет Асин Ко Помимо Того Что Мы С Вами Посмотрели Разумеется Она Умеет Управлять Под Процессами Потому Что Понятное Дело Что Какой То Извод Параллелизма Это То Ради Чего Нужна Синхронность Эти Подпроцессы Довольно Разные В разных Операционных Системах Там Сделано Какое-то Количество Кроссплатформенной Обмазки Чтобы Вы Значит Не сильно От этого Страдали Но Что Еще Умеет Делать Вообще Любой Параллелизм Как Всегда В Случае Питона А на самом Деле Не Только Питона Не Факт Что Тредовый Использовать Тогда Когда У вас Функции Очень Сильно Запускаемые В параллельных Тредах Код Очень Сильно Завязан На общие Данные И все Остальное А в принципе Если у вас Просто Вам Распараллеленные Нужны Для того Чтобы Выполнить Много Разного Куска Кода То Процесс Ничуть Не хуже Очереди Что Такое Очередь Предположим У вас Есть Некоторые Некоторые Данные Которые Поступают А вам Нужно Разбросать Между Несколькими В том числе Параллельными Ну По крайней мере Асинхронными Функциями Которые Эти данные Потихонечку Забирают Ну Соответственно Они будут Брать Из этой Очереди Каждый Свой И Работать Да Очереди Бывают Со всякие Они Бывают Приоритетные Бывает Куча Бывает То Бывает Все В общем Смотрите Ходите По Ссылке Совершенно Очевидно Что Основная Область Применения Асинко Это Сеть IPC И вообще То Что По определению Является Асинхронным Может Работать Долго И В то Время Пока Вы ждете Окончания Одной Операции Вполне Возможно Попробовать Другой Операцию Потоки Вот В потоке Даже Покажу Streams Вот Смотрите Как Используются Потоки Открыли Поток Сетевой И Начинаем Туда Писать И Читать Все При этом Поскольку Собственно Параллелизм За нас Делает Кто-то Выход В Мейнлуп За нас Делает Кто-то С точки Зрения Обычного Программиста Это Выглядит Как Просто Программа Записали В поток Дождались Пока Запись Закончилась Прочитали Из потока Все Вот Асинхронное Общение С веб Сервером Да Значит Я забыл Сказать Что Внутрь Внутрь Асинхронных Функций Можно Вбрасывать Исключения И Отлавливать Исключения Происходившие В асинхронных Функциях Снаружи Вот Что важно Причем Или не Отлавливать Если Вы этого Не хотите А читать Как Результат Работы Асинхронной Функции Вот И это Отдельная Тема Тоже Почитаете Ну И Асинхрон Предопределяет Некоторой Возможность Модификации Работы Мейнлупа Вот Хотя И не очень Большой На сегодняшний День Это самый Мощный Асинхронный Фреймворк Под питон Как видите Он уже Не является Синтексом Питон Это модуль Вот Базовый Существуют Ли И какие И насколько Они популярны И другие Модули Использующие Асинхрон Я не знаю Раньше Был какой-то Асинхрон Потом его Задеприки Или Когда Асинхрон Вырос Вот Скорее всего До тех пор Пока Общественность Не освоит Асинхрон И не поймет Чем он Где-нибудь Может быть Плох Развиваться Будет Асинхрон Повторя Мы с вами Прямо На передовом Крае Питона То есть Вот Это все Происходит Сейчас Будет еще Происходить Вот такие Дела Время наше Вышло Я надеюсь Что С асинхронностью У вас Стало Попонятнее Код Который Я сегодня Писал Я конечно же Опубликую Вот В планах Лекции Вопросов Не вижу Видимо Тогда На этом Все Сегодня Была Предпоследняя Лекция Домашних Заданий В Еджаж По ней Не будет Следующая Лекция Последняя Приходите На самом деле Еще Много Про что Надо было Бы поговорить Про что Небудь Мы поговорить Успеем Так что Всем всего Доброго Продолжение следует